Добрый день, дорогие друзья! В этом ролике, как вы уже догадались, полюбуемся на нашу красавицу Данночку. Вот Данночка так медленно приблизилась и получила прекрасный подарок. Вот так вот, друзья, подарочки она очень любит. Тем более, они сейчас очень кстати. Погода становится всё прохладнее. И Данночка очень хорошо умеет пользоваться этими подарочками. Не только для красоты, но и вот так вот, утепляясь. Потому что орангутаны это всё-таки жители экваториальных лесов, где круглый год очень тепло. Поэтому крымский ноябрь, декабрь и прочие зимние месяцы для Данночки не очень приятная на улице температура. Бывают солнечные дни, тогда она выходит, но не всегда. Обычно вот такое холодное время года Данночка живёт в своей квартирке. Выход из квартирки прямо вот сюда у неё есть вольер. И, друзья, некоторые говорят, что Данночка вот за лето располнела хорошо. Но на самом деле, да, это у животных, у этих орангутанов даже предусмотрено так генетикой. Потому что они живут в экваториальных лесах. Там вроде бы всегда тепло, но не всегда есть фрукты. Дело в том, что орангутаны, они предпочитают жить на деревьях. На землю они спускаются крайне неохотно, а на деревьях чувствуют себя в своей стихии и питаются плодами. Но мы знаем, что плоды имеют такое свойство заканчиваться, другие начинаются. Но всё равно есть периоды даже в экваториальных лесах, когда плодов мало. И вот тогда как раз накопленный в период обильных урожаев жирок помогает орангутанам справиться с этим периодом, когда мало плодов. Иногда приходится даже спускаться на землю в поисках пищи. Орангутаны могут питаться и травой, и листьями. Но, конечно же, когда есть плоды, то питаются плодами. Так что наша Даночка накопила жирок. Но, в принципе, ей-то скудные напитания времена не грозят. Потому что в парке Львов-Тайган, в её квартирке, всегда корзина с утра полная разных фруктов. В том числе экзотических. Для нас экзотических, а для Даночки-то как раз родных. И Леокадия, она Даночку с малолетства ещё, когда она была совсем крохой, прибыла в Тайган. И тогда вот Леокадия взял её под свою опеку и продолжает быть ответственной за неё. Приносит ей всегда с утра корзиночку полную, фруктов, вкусняшек. И Даночка не спеша, глядя свой телевизор, мультики или фильмы про природу, кушает и релаксирует. Вот как сейчас примерно. Только смотрит не на телевизор, а на посетителей. И показывает свои такие трюки. Да, она молодец. Она вообще вот, говорят, что одиночество тяготит. Но, во-первых, орангутаны, в отличие от шимпанзе и горилл, вообще часто живут одиночками или небольшими семьями. А Даночка, она ведь, да, её сородичей в парке нет орангутанов. Но зато, я же, друзья, повторюсь, она с киперами общается, как со своими друзьями. И сам Олег Алексеевич Зубков к ней частенько заглядывает. Мы все видели, как они мило играются. Поэтому Даночке скучать не приходится. Тем более, когда она выходит в вольер, то тут уже посетители сразу же оказывают ей должное внимание. Нашей главной звезде парка Львов Тайган. И тогда Даночке уж точно скучать не приходится. Идут подарочки, вход, вкусняшки. И Даночка с таким важным видом это всё принимает как должное. Она ведь звезда. И если, в отличие от Магды и Дженни, Даночку не особо-то аплодисменты привлекают, но вот подарочки и вкусняшки, это да, это только давай. Даночка с удовольствием примет и, может быть, даже соизволит вам похлопать в ладошки, демонстрируя то, что ваш подарок оценён по достоинству. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Ирине Вронской. Всем мира и добра! Субтитры делал DimaTorzok